Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим синтез великолепных идей от чемпионов Российской империи и СССР. Рассматриваемая нами позиция возникает в дебюте обратная игра Бадянского. ЦБ4, АЖ5, Ж4, ДЕ5. ДЕ5 такой острый ход. И на Б5, по идее, лучше играть Ж6, но иногда играют ЕД6. Белые могли играть БЦ3 с большим преимуществом, но они сыграли АБ4. Этот ход выпускает преимущество. Нападаем и белым лучше всего меняться. Теперь белые играют на отсталую шашку Х8. Черные занимают центр. Здесь получается гамбитная позиция. Белым выгодно меняться назад и получать запасные темпы. Вот здесь черные делают классный ход БЦ5. Ну и по идее, в этой позиции к ничее ведет только размен ЕД4. Здесь еще ничья за белых возможна. А вот напрашивающиеся ходы СД4 и СБ4 красиво проигрывают. Значит, после хода СБ4 черные проводят комбинацию. Идея комбинации принадлежит чемпиону Российской империи Сергею Воронцову. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Кто не нашел данную комбинацию, даю подсказку. Вот в этой позиции белые также проводят комбинацию Воронцова. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти. Играем АБ4, затем СБ4, затем ФЕ5, затем ДЦ3 и затем проводим красивый сквозной удар. Идея этого удара принадлежит первому чемпиону Российской империи Сергею Воронцову. Ну и в данной позиции после СБ4 черные также проводят удар Воронцова. ФЖ5, СБ6, ДЦ7, ЖФ6 и снова видим красивый хвостатый удар Воронцова. Так, если в этой позиции белая игра от СД4, тогда здесь возможна идея проведения удара чемпиона СССР Василия Сокова. Также поставьте видео на паузу и попытайтесь найти красивую комбинационную идею. Здесь есть тихие ходы, подсказка. Ну давайте, тем кто не видит, показываю идею Сокова, чемпиона СССР. Значит, в этой позиции, на первый взгляд, у белых абсолютно проигранно. Грозит нападение и грозит проход черных дамки. Поэтому, вроде бы, кажется белым пора сдаваться. Но белые неожиданно побеждают. Отдают сперва одну шашку, затем вторую. Ну кажется, точно сдаваться только. Затем следует неожиданный ход ДЦ3. Ну и грозит удар с обеих сторон. Угроза неотразима. Две угрозы. На ход АБ2 проводим удар ЕФ4. И легко побеждаем. На ход ЖФ2 проводим удар ЦБ4. Ну и также очень красиво выигрываем. Это идея чемпиона СССР Василия Сокова. Возвращаемся к нашей позиции. И после СД4, я думаю, вы уже догадались, как надо играть. Играем ДЕ5. И ставим идею Василия Сокова. Теперь грозит два хода. ФЖ5 и ДЦ5. Как бы белые не играли, они проигрывают из-за этой угрозы. Но в партии Белов Святой 1938 года, белые еще посопротивлялись. Они сыграли ДЦ3. Сильнейшее сопротивление. Теперь проводим удар. Попадаем в дамки. Но эта дамка тут же ловится. Белые еще надеются на ничью. Теперь давайте оценим возникшую позицию. У белых застряла шашка А1. То есть, по идее, у черных должно быть преимущество. Ну и здесь действительно черные побеждают. Играем ДЕ5, не давая хода СД4 и затем развития шашки А1. Играем на отсталую шашку А1. Белые играют ЖЖ2. Развиваем свою отсталую шашку. Белые меняются. Хотят теперь сыграть СД4 и вывести свою отсталую шашку. Ну и здесь мы снова делаем четкий ход Б7. Приходится меняться СБ4. Позиция кажется ничейной. Но здесь следует ход ФЕ5. Грозим выиграть шашку. Поэтому приходится играть ДЦ7. А после размена проводим размен. И возникает фрагмент этюда чемпиона СССР, гроссмейстера Зиновия Цирика. Давайте дам подсказку. Так, вот в этой позиции белые начинают и выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивый выигрыш за белых. Я уже разбирал данную позицию. Играем ЖЖ4. Ну черные допустим ФЕ7. Играем ФЕ5. Меняться естественно нельзя, потому что белые тогда занимают оппозицию и легко побеждают. Поэтому черным в этой позиции приходится играть АЖ7. Играем ЕД2. ЖЖ6. Вот здесь кажется, что сейчас черные сыграют ЖЖ6. Если мы нападем, то черные тут будут прорываться по нашему правому флангу. Ну и все обычно ходят ДЕ3 в этой позиции. Но это лишь ничья. Черные играют АЖ5 и получается, что парадоксальным образом они достигают ничей. На ход ЕФ6, а лучшего хода нет, черные прорываются наоборот по левому флангу белых и легко достигают ничей. Поэтому возвращаемся вот к этой позиции. В этой позиции, конечно, надо сделать сложнейший ход ДЦ3. В чем идея? Мы не даем прорваться по левому флангу, а по правому черные не успевают. Мы заходим в люпки. Ну и здесь как бы черные не играли, они проигрывают. Если сюда, то нападаем с выигрышем. Если сюда, то зажимаем черных и выигрываем с помощью приема запирания. Возвращаемся к нашей позиции. Я думаю, тут вы уже без труда найдете выигрыш за черных. Белые играют СД2. Мы снова занимаем центр. Играем ФЕ7. Ну и здесь вы уже знаете, что ЕД6 это лишь ничья после АБ4. А правильно играть ЕФ6. Ну и здесь черные легко побеждают. В книге Геннадия Хацкевича 25 уроков шашечной игры указана данная позиция. И выигрыш указана партия Саидян-Хацкевич. На самом деле, конечно, авторство данной позиции принадлежит ленинградскому мастеру Петру Святому. Так как впервые она была разыграна в 1938 году. Так что, друзья, восстанавливаем историческую справедливость. Ну и тоже хочется сказать несколько слов об этюде Цирика. Вот данная позиция тоже это фрагмент этюда шашиста Брыкина. То есть Цирик вот данный этюд придумал в 1953 году. А шашист Брыкин придумал идею еще до 1953 года. Если быть совсем дотошным. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.